всем привет друзья речь у нас сегодня пойдет о таком замечательном продукте незаменимом я бы сказал как спички это даже не друг друзья это дружище просто это дружище всех ну не ругайте меня выживальщики бушкрафтеры я конечно понимаю что спички не всегда под рукой и так далее и тому подобное но мы сейчас говорим конкретно о спичках и о том насколько они хороши ну начнем с того что продукт незаменим кто бы что не говорил зажигалки там я не знаю кресала камни да что угодно ну ребят все понимаю но согласитесь что каждый пользуется и пользовался спичками и в большей степени не знаете что я вам скажу что я думаю что любой из нас за нашу жизнь сжигает не одну такую коробочку вот элементарную вот этих вот палочек поэтому именно про это сейчас пойдет речь и так вот у меня как раз под рукой попался такой огромный экземпляр вот но это уже современная версия вот я думаю что дети совдепа помнят также такие же коробочки огромные огромные коробки вот этих вот спичек которых было просто валом вот это был такой универсальный вариант где их просто было немеряно ну ладно отложим пока эти красивые спички посмотрим спички у нас что это она сыпется все спички у нас вот данная коробочка да она детям не игрушка кстати да вот я бы сказал тогда же от 18 некоторым детям даже не игрушка ну вообще да я за свою жизнь тоже не скрою что тут уже говорить-то спарил не 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 одну не один ковер наверно там да и в таких местах поле уже сегодня даже страшно подумай про это просто ужас вот ну да вот спички у нас данная коробочка украинская средняковая фабрика ровенская область тут у нас даже есть гост вот обратите внимание видно надеюсь гост дсту ну как бы вот такие они причем спички я бы сказал они нескольких цветов в данном случае два цвета у нас зеленый красный работают ну работают они одинаково тут как бы вариантов нет и очень легко да кстати не знаю может кто знает подскажет я слышал что спичках идет пропитка вот я не думаю что это древесные смолы потому как ну вообще сложный вопрос но вот мне было бы интересно может кто-то бы прокомментировал сказал ну что же за пропитка в спичках то ну не воск же да что то есть при зажигании вот да вот если вот вы видели сейчас может подберу спичку такую вот какую-то да начинает такая как бы выгорать вот что ли смола как бы что ли да вот ну как то такое вот поэтому интересно вот что это на самом деле не знаю будет видно сейчас может быть нет вот если видно тает тает вот 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 подходит такая вот непонятная консистенция наподобие смолы древесной ну ладно не будем про это давайте все-таки посмотрим что у нас ну собственно бестселлеры нашего сегодняшнего обзора данная коробочка у меня кстати впервые в руках вот таких вот спичек вот больших да раньше их магазина как-то не встречал ну не знаю вот вроде бы как бы редкость да может быть там не нам не возят но в данную коробочку я приобрел в большом супермаркете они так и называются господарский да то есть хозяйские как бы да в хозяйстве так и так давайте приступим к нашему обзору вот такая у меня нашлась коробочка вот здесь у нас вот такой вот экземпляр спичек серка коробочка старая это уже не то что пыль она уже она пролежала очень давно и покрылась уже знаете ну не было защищена ничем покрылась каким-то непонятным неналетом но это с годами наверно да тут и пыль тромбанута и все вместе на картинке не знаю все будет видно это походу елизавета императрица спички входили в коллекцию назывались они сувенирными упаковки было 60 штучек таких спичек больших ну ты по сравнению сейчас мы сравним конечно их я вам хочу вот сопоставить да то есть вот какая спичка обычно какие должны быть эти спички спички вот лишь близко покажу будет видно читаем спички произведены в санкт-петербурге не буду утверждать там какой завод объединение формат вот больше тут информации такой как бы нет ну и тут как бы экспозиции разных художников освещены на передних панели спичек жалко что в данный момент у нас по крайней мере вот в украине я таких спичек от производителей не нахожу почему они очень хороши удобны удобны в плане разжигания каминов костров ну и так далее да вот там где нужна большая спичка долгого горения вот ну и давайте посмотрим какие они вот у меня осталось буквально пару штук вот такие небольшие сравним да сравним для сравнения с обычными спичками да то есть вот обычная на спички вот как бы эти да но есть разница конечно есть если брать вот одна к одному я бы сказал тут в одной таких вот маленьких шесть спичек наверно но если 56 где-то примерно так горит она довольно таки долго спичкам более 15 лет более 15 лет и я думаю что да я не думаю я знаю серка тут на спичке в идеальном состоянии то есть условия хранения у них были безвлажные в темном помещении поэтому как бы сохранились идеально ну что ж не будем мы останавливаться на данной коробочке давайте перейдем к более интересным вот нашел друзья я вот такую вот коробочку старую мою коробочку вы изменяете что конечно пыль вот друзья вот такая вот коробочка много много разных спичек есть и уникальные спички но давайте начнем современных спичек да вот современные спички вот такой коробок зажигай с нами и выигрывай lcd телевизор до спички конечно интересны главное что печать пошла на них более яркая что красиво да вот уже как бы такой представительский коробок коробка рабочий чем-то он даже зажигает вот берет свой своей красотой хотя вот кстати тут просто банально давать тюльпан больше ничего нет что за спички спички у нас тоже спички спички пинские пинские спички да вот потом второе такое у нас коробочек тоже из той же серии та же акция но это видно под акцию эти коробочки не шли современные спички вот этот уже пустой коробочек я закинул тут уже ничего нет вот в этом еще еще свежие спички обычные обычный стандарт спичек вот ну что ж ладно это у нас такие вот современные далее далее друзья с чего бы начать современных надо еще что-то нам посмотреть вот 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 такая вот коробочка с котом ходит поц и пи кругом но это кот смысле вот по цепи ходит так что это у нас это у нас спички запалки польские польские запалки хроник ну тут не буду я не поляк не буду тут читать 40 штук у них коробочки спичек идет вот спички спички видно что древесина вот по сравнению с нашими спичками у них какая-то она уже либо отсырела чуть-чуть либо другой сорт какой-то древесины вот ну давайте вот так в конце концов вот более желтая желтая либо опять же как друзья он говорил пропитках может быть идет пропитка какая-то не знаю но желтые желтые они головки красные и вот кстати не знаю почему так но взять наши спички да вот наша спичка кстати и сравнить с техними ну ребят ну серы пожалели что ли но я понимаю там но у нас 90 процентов спичек вот с такой серкой ну почему не знаю да делайте их поменьше может быть да ну пускай но не будет качественными вот такими вот да я вам скажу что эта спичка даже зажигается от любой поверхности практически но если не говорит там от с первого черка от стекла блин ну я не буду конечно вам показывать проверять это все я с этими спичками как-никак дорожу все-таки да и думаю поверьте мне на слово вот такой вот код вот такие вот спички тоже они не старенькие это современные спички ну да бог с ними переходим дальше 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 у нас те же польские спички с каким-то бжиком бжик на какой-то там бжик короче но как бы поняли это пчела на скорее всего да вот ну видите такая серия интересных банальных спичек с пчелами с котами и так далее ничем они не отличаются от предыдущих спичек только своим оформлением дальше дальше у нас всеми известны в украине и популярны в пыли все да вот такие вот казачок спички те же робинские спички только в маленькой упаковочке видно да так вот покажу робинские спички ну примечательно тем что они видите вот это не то чтобы выцвело это вот такая серия была они какие-то фиолетовые ребята вот я пример взял красненькую до тех же робинских спичек ну какой-то фиолет до пожелтели мне кажется все таки это от старости дерево меняет цвет или высыхает полностью ну не знаю кто знает но поделитесь интересно будет вот такие вот что интересно сравнивал я робинские спички с авдеповскими спичками вы знаете но все-таки робинские по зажиганию выигрывают не знаю может быть как-то буду делать обзор по поводу момента вспышки зажигания вот этих спичек разного калибра и разных производителей чтобы как-то сделать вот такой вот эксперимент да ну будем видеть вот может может быть и сделаю его дальнейшем вот такой вот у нас казачок украинский дальше 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 что же нас дальше из новых новых я тут больше друзья ничего они нахожу неужели все закончилось нет есть еще спички не столь далекой эпохи ну вот вот такие вот спички такой хризантена что ли да вот такие вот спички такие они сзади что это у нас это у нас пинские спички пинский ну обычные я вам скажу серенькие спички что скажу поэт по этим спичкам они ребята уступают опять же уступают по зажиганию робинский не знаю то ли потому что вот у них как-то какое-то добавление или ну вся вот как бы серка что ли другого состава зажигаются вот они проще вот эти вот спички пинские но ребят они вообще такими пористыми все идут головки серо именно пористая и когда вы их зажигаете это серка летит в глаза в лицо в руки куда угодно но оставляя потом неприятные волдыри то есть я бы эти спички вот но это мое субъективное мнение может быть часто лучше делают спички вот я не хочу никого обижать но мне кажется они тех времен от именно вот этого выпуска вот видно да вот видите они даже крошится сами по себе за того что структура пористая именно серки но не рекомендовал бы их вот именно старые вот может сейчас делают лучше опять же не буду я утверждать не знаю это мое мнение вот такие вот дальше дальше чтобы дальше показать аналог друзья но это уже мы отдаляемся в эпоху совдепа сейчас до аналог таких спичек ну как бы хризантема да вот тут пожалуйста тут у нас уже гвоздика кстати это наверно вот спички уже россии кстати да так вот покажу вам будет видно сфокусировалась не знаю не вижу это у нас череповец россия русские спички что в них особенного давайте посмотрим что за спички друзья это спички отличного образца то есть это я бы сказал где-то даже как ровенские да вот заметьте они даже вот я у меня ровенская спичка да данные спички темнее серка будет более ближе к фиолетовому цвету и работают они кстати вот лучше ну чуть лучше чем ровенская может быть спичка уровень где-то одинаковый да но мне кажется что все таки вот как бы чуть чуть не знаю чего опять же зависит от года производства либо от серии какой-то там определенной ну какая в них может быть серия дата серии тоже не материнские платы это всего лишь спички ну в общем такие вот русские спички и так дальше дальше у нас идут вот такие спички магнум магнум спички извиняйте меня друзья неожиданно запись закончилась не хватило места на карте ну продолжим продолжим вот такой магнум магнум 38 тут штук не 40 заметь до 38 штук спичек производства турции турция и стамбул вот такие вот спички вот такая серка тут я бы назвал это очень экономным вариантом для серки не скажу что она сильно эффективная иногда на десятой спичке поверхность настолько изнашивается что зажечь уже практически невозможно это затрудняет использование но по качеству упаковки по наполнению спичек ну друзья это суперовые спички вот заметьте смотри головки от серки очень насыщен очень черные такие да то есть ну не скажу чтобы высокого качества ну что-то такое вот напоминающее опять же совдеп да но замечу я их уже использовал не одну коробочку сжег серка тут конечно же лучше 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 серка чем нет чем в таких вот спичках да как мы ранее смотрели вот чем в совдеповских спичках то есть производство совдепа еще ну или тех же российских спичек которые я вам показывал в этом обзоре ранее так что в принципе эти спички как бы заслуживают достойного места что мне в них привлекло это глянец то есть упаковочка идет не вот как мы возьмем обычные да шуршавые такие спички они потоньше да но у них идет такая вот приятная на ощупь упаковочка да я думаю даже вот я бы сказал где-то это такой метро стиль что-то схожее вот как в барах да там пользовались вот реклама бара там найти на коробочке спички где-то вот в таком формате они шли ну в данном случае тут реклама я так понимаю сигарет ну что ж я думаю что для первого раза будет вполне достаточно вот что касается дальнейшего друзья в этом обзоре по современным спичкам я как говорил остановлюсь на данном скажем на на данной экспозиции дальше дальше у нас пойдет чистый совдеп ребята сделаю такой небольшой анонс второй части эпопеи спички вот такие вот будут у нас спички совдепа данная упаковочка у нас 77 года спички детям не игрушка борисовская фабрика беларусь видно да ну я думаю что это такой будет у нас старт но все ставим лайки смотрим второй обзор а